всем привет дорогие друзья сегодня ознакомимся с моделью самолета l39 albatros от компании edward 48 масштабе на одной из торцевых сторон есть два варианта портов артикул модели 11 121 история данной модели очень такая интересная в свое время немного изучив просторы интернета получила информацию что данная модель в начале 90-х была выпущена компанией pm production и чуть позже компания special hobby стал издавать ее под своим брендом и спустя некоторое количество времени компания edward и компания special hobby решили сделать вот такое вот издание evolution итак в наборе у нас пластиковые литники от компании special hobby фототравление от компании edward и окрасочные маски и декали от компании картограф на два борта инструкция в данном наборе как всегда на высоте книжечка формата а4 замечательные бумаги все как положено представлены литники и состав набора отмечены детали которые не будут использованы в наборе вот собственно говоря это что-то из смолы необходимые краски для окраски данной модели представлены gsi creos в эмали и в акриле подробные шаги по сборке модели все очень замечательно выделено ошибиться сложно также инструкция содержит сразу все шаги по монтажу фототравленных деталей по нанесению масок выглядит прям все очень замечательно разворот с вариантами окраски как правильно накрасить и нанести декали декали в этом наборе конечно замечательные последняя страница завершает эту инструкцию размещением технических надписей в наборе дается хороший листик с декалями с картинками выглядит они просто замечательно просто замечательно картограф в очередной раз доказывает что они мастера своего дела и здесь очень интересно сделаны вот эти вот драконы напомню что борт с драконами это наш российский декали металлизированные вот эти драконы они блестящие как нам металлайзером сделаны блестящие толщина декалей замечательные они очень-очень тонкие есть небольшой рельеф конечно но тем не менее выглядит они просто просто супер супер красиво цвета насыщенная четко все прям без смещений очень и очень здорово это выглядит рекомендую модель вышла в августе этого года 2018 итак первый литник из данного набора это всевозможная мелочевка пулек кабины приборные доски колеса и так далее качество литья неплохое единственное что вот по ощущениям хрупковат пластик детальки с литника отваливаются сами видимо полежалый полежалый товар и собственно по этой причине компания спешил хобби обратилась компании edward типа мол а помогите нам распродать залежалые литники портятся но я думаю так это не точно тем не менее качество литья неплохое приливы не особо толстые видно конечно по литью и по некоторым атрибутам данного литника что это довольно взрослая модель в 2018 году новинки уже немножко другого качества и немножко другого подхода в плане приливов и так далее но тем не менее даже в 2018 встречается лютый трэш далее рамочка с крылом и топливными баками присутствует некоторый раскрой пластик гладкий и глянцевый такой приятный на ощупь присутствует небольшое количество облоя в данном случае вот здесь на лобиках крыльях довольно мощные приливы такие приливы обычно встречаются у модели изготовленных по технологии литьево низкого давления прям мощный прям прям в курень топливный бачок на законцовку или куда они не на законцовку просто топливный бак куда-то он должен под крыль и вешаться у него целом неплохо как она будет стыковаться никто не знает почему потому что нету направляющих замков но нам не привыкать соберем не такое следующий литник содержит элементы фюзеляжа хвостового оперения опять топливные баки воздухозаборники и элементы видимо ниш все опять же без замков ни одного замка нету все будем ловить на глаз вымерять двигать и так далее качество литья на первый взгляд неплохое на ощупь пластик такой как будто на него попал грунт на пылом какой-то слегка шершавчатый какой-то такой но последующая сборка нам все это проявит целом имеется довольно неплохой крой показаны лючки немножко клёпа модель не новая а жаль посмотрим как она будет собираться надеюсь что хорошо в целом пластик не так сильно уж и пугает но повозиться с этой моделькой придется хороших альбатросов 48 масштабе немного есть этот от спешил хобби и от компании trumpeter больше я еще каких-то не слышал будем строить все проявится пакетик со стеклением в таком виде она мне добралась очень здоровском но тем не менее элементы фонаря прозрачные аккуратные как они будут вставать свои посадочные места не совсем пока ясно присутствует некоторый облой но прозрачность есть и это радует далее посмотрим на искажение немножко если это кому-то важно искажение есть вот это прекрасно сейчас видно передняя часть фонарика с таким вот большим большим толстым приливом с нижней стороны преломление опять же наверняка есть искажение в смысле в принципе вот эта часть довольно неплохо выглядит это тоже не сильно искажает то есть если собрать красивую кабину не залить ее адски смывками сухими кистями серебрянкой не изгадить то через это остекление будет хорошо видно вашу проделанную работу также присутствует перегородка между двумя кабинами прозрачная также прекрасно все видно конусы вот эти вот остекления на законцовках крыльев и видимо посадочные фары или что это я не знаю больше ничего нет модель довольно простая деталей очень очень мало но тем не менее 48 масштаб альбатрос далее у нас набор фототравления и окрасочная маска для фонаря и колес на одном листике даны и фототравления и так рамка фототравления от компании эдуард как всегда все сделано очень очень хорошо фототравления покрашенная может быть это не совсем кому-то удобно и придется немножко подтонировать при сборке возможно но это не точно каждый решит для себя сам много-много всевозможных деталюшек приборные панели всевозможные рычажки выглядит просто замечательно также в комплекте присутствует пленочка для прицела и последнее что входит в данный набор это детали из смолы непосредственно от самой компании спешл хобби давайте посмотрим это ближе так в наборе идет вот такие части за концовок видимо какие-то элементы отлиты довольно хорошо заголовники элементы это у нас задняя часть фюзеляжа видимо сопло само сопло сама камера сгорания с крыльчаткой со всеми делами много-много всяческих мелких антенны датчиков выполненных из смолы отлита вот на таком бруске детали ровные без смещений без перекосов без швов выглядит очень очень хорошо далее еще несколько антенны датчиков также все отлито замечательно качественно без швов вот вот как надо отливать детали вот учитесь литейщики литейщики еще несколько элементов так это у нас видимо накладки на тяги с внешней стороны я так думаю на какие-нибудь тяги или ронов или что-то подобное и даны колеса шасси очень очень здорово ски работали вот они очень крутые прям супер и очень здорово что они есть в наборе потому что то что в наборе идет в пластике это просто что-то непотребное единственное что они без нагрузки как бы может быть это кому-то не очень но всегда можно подточить чуть-чуть снизу и сымитировать небольшую нагрузку и давайте сравним это с оригинальными пластиковыми шасси выглядит смешно вот это вот супер вот это супер и это очень сильно украсит конечно смотрибельность модели саму модель естественно в общем заключение что можно сказать о данной модели релиз неплохой естественно потребуется применить некоторые усилия для его сборки но в целом он мне понравился если вам также понравился данный набор ставьте лайки пишите комментарии возможно мы решимся на сборку данной модели у нас на канале это точно всем спасибо за просмотр не забывайте еще раз подписаться если вы не подписаны нажать на колокольчик пройти по ссылкам в описании всем спасибо за просмотр и пока пока